И вновь всем больших приветов друзья! Глядя на стримы заграничных геймеров League of Legends Wild Drift, даже тех кто обладает достаточным опытом в играх этого жанра, я постоянно вижу как ребята допускают элементарные ошибки, превращая свой геймплей в лоу скильную беготню. И сейчас мы поговорим о самых глупых и банальных ошибках новичков и разумеется о том как их не допускать в будущем именно вам дорогие друзья. Инструкции для новичков в лоу вайлд рифт. Погнали! Мы уже неоднократно говорили о том, что в мобильной лиге легенд присутствует некое подобие ласт хита, адаптированное под динамику мобильной игры и упрощение фарма для начинающих игроков, дабы они не сильно проседали по монеткам. Добивание крипов в вайлд рифт устроено следующим образом. Нанося последний удар по крипу вы получаете 65 монет. Если же крип просто умер рядом с вами, то вам достанется всего лишь 16 монет. А если при этом рядом с вами будет тиммейт, то вы оба получите по 11 монет. Если же ваш тиммейт добьет крипа, он получит 65 монет, а вы получите половину от этой суммы, то есть 33 монетки. Я думаю дальше не сложно будет посчитать как через какое-то время игры будет отличаться набор предметов игрока, который старался добивать каждого крипа и который стоял вздевал или старался прыгать лишний раз на соперника, игнорируя последний удар по крипам. Само собой кайтить врага, периодически нанося ему удары, также мешая ему добивать ваших миньонов тоже важно, но не стоит ставить это выше своего фарма, по крайней мере в самом начале игры. В аналитике компьютерной версии Лиги Легенд есть такое понятие как гоблин. Это игрок, который в целом неплохо фармит, но забывает возвращаться на базу для закупа новых итемов, продолжая стоять на линии накапливая баблишко. Вроде как монеток то уже вполне достаточно, чтобы купить не то чтобы ключевые предметы, а уже даже целые артефакты, но ты либо увлекся фармом, либо и вовсе забыл о закупе. Такие игроки возвращаются на базу лишь после смерти, ведь соперники то не забывают пополнять свой инвентарь новыми итемами, не стоит затягивать и откладывать этот момент. Кончилась манна или появился подходящий момент, вернулись на базу, втарились и обратно на линию. Разумеется часть фарма пройдет мимо вас, но это куда лучше чем вас убьет соперник с более обильным набором артефактов. И не обязательно выжидать когда деньжат станет достаточно на высшие предметы, средние и даже начальные итемы порой могут добавить вам тех самых недостающих плюсов для получения доминирования на линии или же в тех же сражениях с вражеским чемпионом. Многие начинающие мобильные лолеры, пришедшие к примеру все с той же Mobile Legends, забывают или же просто игнорируют самую простую, но пожалуй одну из самых важных вещей в игре, это варды или вижен, кому как удобнее. Да, быть может я скажу очень банальную вещь, но тем не менее эта проблема присутствует и очень сильно влияет на результат игры. Варды можно сравнивать с зеркалами автомобиля, перед тем как совершать практически любой маневр, водитель просто обязан посмотреть во всевозможные зеркала, убедиться что все хорошо и только после этого продолжать движение. Также и в игре. Вы постоянно должны следить что вокруг вас благоприятная обстановка для фарма или же ганга и в случае внезапного нападения успеть отойти назад. По факту игроки должны чуть ли не ежесекундно следить за расположением вардов на карте и перемещением вражеских чемпионов. Это позволит вам избегать нападений соперников и безопасно организовывать свои атаки. Но некоторые начинающие игроки, даже если и вспомнили что нужно подставить вард, все таки забывают что на них нужно еще и постоянно поглядывать. Не забывайте про данные тотемы. Это позволит снизить количество ваших смертей до минимума и в результате одержать победу на поле боя. Пожалуй самое распространенное явление среди лоускильных игроков это тупой и бесполезный суицид. Я говорю о тех случаях когда неподалеку вы заметили врага с небольшим запасом здоровья и сломя голову мчитесь за ним чтобы добить. Прыгаете под вышку, бежите за ним через всю карту, а в результате зачастую самым глупым образом попадаете в ловушку или же просто умираете на бэках. Повторю еще раз друзья, это тупо. Даже если вы его убьете и умрете вы все равно останетесь в минусе. Ведь пока вы загораете трупом в таверне вы не получаете фарма, что уже само по себе является очень большим минусом. Также вы оставили команду без себя, что в определенных моментах может привести также к поражению. Разумеется есть ситуации когда это может быть даже на пользу, но опять же все зависит от самой игры. Необходимо научиться мгновенно принимать решение и прийти к выводу стоит ли гнаться за врагом и как это лучше всего сделать. Или же лучше все таки отойти и выждать более подходящего момента для атаки. Еще одна неприятная ситуация среди рачков новичков это молниеносный пик своего любимого чемпиона. Нередко бывают случаи когда в одной теме бывает по 2, а то и 3 AD Carry, а иногда и вовсе все 5. Конечно это не говорит о том, что вы со 100% шансом проиграете, но все таки близко к этому. Я думаю вы все знакомы с подобными ситуациями. И в результате фееричный хейт в чате и быстрый слив катки. И опять слезы, сопли. Чтобы избегать подобной ситуации старайтесь как можно скорее освоить как минимум по одному-двум представителям каждой роли. И проявляйте хоть какое-то уважение к своим тиммейтам, которые к примеру первыми успели обозначить желаемую позицию. Все таки как говорится культура начинается с тебя. На этом на сегодня все дорогие друзья. Давайте вместе поднимать авторитет нашего русскоязычного комьюнити и хотя бы стараться вести себя культурно и уважительно друг другу на просторах нашего игрового пространства. С вами был Декор, до скорых встреч. Не забудьте также подписаться на наш канал, жмякнуть лукас и позвенеть в колокол, чтобы не пропустить новых интересных видосиков. И в будущем спасибо за просмотр и пока-пока.